Зимний полевой выход СОБР, чему в холодное время учат бойцов отряда быстрого реагирования, должны были отремонтировать год назад. В Рязани продолжает разрушаться улица прижелезнодорожная. Жаркие страны зимой, чем опасен пляжный отдых? В Рязанской области состоялся очередной зимний полевой выход СОБР. Учения проходят в конце каждого периода обучения и длятся от 5 до 10 суток. Все это время бойцы живут по особому расписанию стрельбы, в том числе ночные занятия по тактике. Валерий Седов продолжит. Противник с фронта! Чтобы стать бойцом СОБРа, нужно сдать несколько экзаменов. Во-первых, пробежать 3 км за 11,5 минут. Следом без отдыха потянуться 20 раз. Далее идет сдача силовых упражнений, также без передышки. И как финал спарринг с тренированным бойцом 3 раунда по 1 минуте. Только после сдачи экзамена человек становится бойцом специального отряда быстрого реагирования. Готовился очень долго. Несмотря на то, что с детства занимаюсь спортом, но все равно нагрузки очень серьезные. Это далеко не каждый может сдать. Несмотря на то, что даже спортсменам нужно готовиться. Именно готовиться под сдачу нормативы. Очень тяжело. Очень хороший коллектив. Сразу приняли как семью. Все подсказывают, как правильно. Даже банально с оружием обращение. Хоть и в органах давно, погоны давно, но много такого оружия, которого еще до этого я не видел. Владимиру 25 лет. Он звание лейтенанта. Бойцом СОБРа стал совсем недавно, всего полгода назад. До этого Владимир работал оперуполномоченным полиции. Но все время он готовился к вступительным экзаменам. Мужчина с детства занимался спортом. Сейчас Владимир свой экзамен сдал. Теперь он в первом полевом выходе. Полевые выходы проводятся в основном в разных местах. Но в течение последнего года мы ездим на данную местность. У нас заканчивается летний период обучения, согласно программе боевой подготовки. И на полевом выходе мы подводим итоги. Сдаем зачеты, тесты всему, чему мы научились за период подготовки. У бойцов СОБРа два полевых выхода в год в конце каждого периода обучения. Сейчас идет выход после периода летнего. Упражнение это называется «Кольцо». По сюжету группа попала в засаду и вынуждена отступать. Восемь бойцов выстраиваются в кольцо и держат оборону. После отход на новый рубеж. Такие перемещения выполняют, пока не отойдет вся группа. Рассказывать о полевом выходе можно бесконечно. Каким видом оружия бойцы пользуются, что за упражнения отрабатывают и как к этому готовиться. А еще дольше можно говорить о людях, лица которых спрятаны под масками. Какой путь они проделали, как тренировались и еще как возвращаются домой после очередной командировки. Вот только сами бойцы попросили говорить о них без обычных военных высокопарных слов. Просто люди, которые выполняют свою работу. Как учителя, врачи или водители. Да к тому же и сами бойцы СОБРа немногословны. Они говорят языком выстрелов. Если не СОБР, то где себя видите? Да, наверное, уже нигде. Если не в СОБРе, наверное, уже нигде. Потому что СОБРа это, наверное, болезнь. Валерий Семин, командир СОБРа, сказал, что описать бойца можно одной простой фразой. Хочешь мира, готовься к войне. Поэтому вот они, безымянные солдаты, чьи подвиги так и останутся в секрете. Мужчины, которые всю свою жизнь учатся военному ремеслу. И на таких полевых выходах отрабатываются все приобретенные навыки. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Должны были отремонтировать в 2017 году, но к работам так и не приступили. Улица Прижелезнодорожная проходит через северо-западный промузел Рязани. Она настолько разбита, что на легковом авто немногие решаются туда ездить, а большие грузы с трудом маневрируют, чтобы объехать ямы. На память осталась только табличка. Она гласит, что ремонт проблемного участка улицы Прижелезнодорожной выполнит срок до 1 августа 2017 года. Но, судя по ее состоянию, к работам здесь так и не приступили. Борис велосипедист, но по этой улице ездить боится. Слишком напряженные движения и много ям. «Да что она вся разбита, дорога? Неудобно. Одни ямы, едешь и одни ямы». «Вот даже на велосипед, я смотрю, не сели, везете вот так». «Ну да, вот так веду. Иначе вот в лужи промочил ботинки. Лужи кругом. Ямы невозможные. Я не знаю, как они эти грузовые едут. Очень плохо они идут. Медленно, во-первых, и объезжают лужи». Брызги разлетаются на метр. На дороге можно найти самые неожиданные предметы – тапки, остатки колес. Небольшой участок без проблем и снова ямы. И так всю дорогу водители и легковушек, и большегрузов показывают здесь чудеса маневрирования, чтобы проехать. Несмотря на то, что улица Прижелезнодорожная проходит по промзоне, движение здесь оживленное. Это один из коротких путей в город Рыбное. На Прижелезнодорожной много предприятий, автосервис. Благодаря такому состоянию дороги он постоянно в прибыли. «Одно из самых плохих в Рязани». «А часто приходится сюда ездить?» «Не очень». «Но дорогу оценили?» «Ну, конечно, плохая. Что здесь говорить?» «Ужасная. Просто максимально плохая. Ну, а она вон там очень ужасная. Просто от заправки и вот до сейчас. Ну, и надо ремонтировать, конечно, подвеска вся разбивается». Приведут ли в порядок улицу в следующем году неизвестно. Снег, который выпадет в ближайшее время, закроет ямы и ездить здесь будет немного лучше. А весной водителей ждет новый сюрприз, потому что, как известно, с дорог вместе со снегом чаще всего сходит и асфальт. Дина Ислева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Проезд на Красный выезд за стоп-линии нарушений полосности. Эти и другие нарушения теперь фиксируются камерами. Их установили сразу на нескольких проблемных перекрестках Рязани. Тему продолжит Галина Кудряшова. Нарушают все, особенно в часы пик. Рязанцы регулярно жалуются на перекресток Первомайского проспекта и улицы Дзержинского. Основная проблема этого перекрестка – нарушение полосности движения. Водители часто забывают, что поворачивать направо, в сторону площади Ленина можно с двух полос, а вот налево – только с одной. Выезд за стоп-линию штраф 800 рублей, поворот не своего ряда – 1000. Проезд на Красный тоже 1000 рублей, при повторном нарушении – 5000 или лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев. Штраф выписывается автоматически, нарушения фиксируют новые камеры. Они установлены на проблемных перекрестках. Среди них пересечения улиц Гагарина и Дзержинского, спортивные Есенина, Касимовского шоссе и улицы Новый, Московского шоссе и путепровода. Данные средства фиксации значительно влияют на обеспечение безопасности дорожного движения. Они работают круглосуточно и в автоматическом режиме. Могут выявлять административные правонарушения вне зависимости от погодных условий. И, конечно, количество выявляемых нарушений с введением данных комплексов значительно увеличится. Сотрудники ГАИ отмечают, что камеры уже приносят профилактический эффект. Водитель трижды подумает, прежде чем нарушить, ведь поездка из дома может обернуться значительными финансовыми тратами. Однако у медали есть и вторая сторона. Пробки в часы пик увеличились, ведь пропускная способность ряда перекрестков снизилась, а реверсивного движения в Рязани до сих пор нет. Увеличение количества пробок просто связано с переходным периодом, когда водители начинают привыкать к новым изменениям, как это было, например, с введением кругового движения. Изначально тоже появлялись пробки на дорогах, но сейчас, как видно, водители многие привыкли и уже стало гораздо удобнее даже проезжать такие перекрестки. Напомним, что средства автоматической фиксации действуют на всей территории России. Они не просто фотографируют нарушителя, но и сами оформляют административное правонарушение, которое вместе с квитанцией отправляют водителю. А для решения проблемы пробок в Рязани запущена система «Умный город», но к ее эффективности у жителей есть претензии. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Между тем, далеко не безопасным остается новый перекресток на площади Ленина. После реконструкции здесь установили некоторые знаки, но какими правилами руководствоваться тем, кто выезжает с парковки на улице Горького, многим водителям все равно непонятно. Из-за этого продолжает происходить авария. Очередная произошла 30 октября. Алексей – продавец магазина, расположенного на Краснорядской. О том, что произошло очередное ДТП, он и другие сотрудники узнают по визгу тормозов и резким звукам. Последняя авария с участием «Лады Калины» и «Лады Гранты» вызвала затруднение движения на улице Горького. К счастью, никто не пострадал. А вот 19 августа у 71-го дома на улице Горького водитель «семерки» не уступил дорогу мотоциклисту и врезался в него. 27-летний байкер скончался до приезда скорой. Погибший оказался директором Мурминской школы. И это далеко не полный список ДТП. Это получается два полных месяца, 12 аварий. Закономерность ее видно. То есть участок дороги не самый удобный получился, на мой взгляд. Неудобным стал этот участок и для пешеходов. Убрали один из переходов, и люди теперь вынуждены, рискуя жизнью, перебегать дорогу. Очень много людей перебегает. Потому что вот здесь у нас был, где вот они две, соединяются дороги. Был переход, его перенесли туда, к выходу из центрального рынка, а следующий только напротив памятника. То есть люди должны ходить вокруг в обход. Это достаточно долго. Ну, большинство перебегает ее вот здесь, прямо на перекрестке. То есть, ну, создавая аварийную ситуацию. После реконструкции улица Краснорядская перестала быть односторонней. Выезд с парковки теперь разрешен и на улицу Горького. Но для водителей, выбравших такой маршрут, не повесили знак «Уступи дорогу». А для двигающихся по Горького, что движение на этом небольшом участке теперь двустороннее. Там как бы есть главная дорога. Но все равно лучше бы вот тут «Уступи дорогу» повесить знак. Потому что много здесь бьются. Непонятно. Да. Ну, как бы все равно есть главная дорога. Но если особо ты не опытный, то можно не понять. Понятное дело, что там главная дорога будет. Здесь, если будет стоять знак, вообще должен быть как бы «Уступи дорогу». То я думаю, что любой водитель это поймет. Но знака нет? Ну, знаков пока нету. Но налево сейчас, насколько я знаю, выезжать нельзя. Поэтому здесь движение только направо. Я думаю, что налево. Я не знаю, каким надо быть водителем, чтобы не сообразить, что туда ехать нельзя. Было как нормально. Начали тут что-то делать непонятное. Не просто не сделали граждан. Просто захотели, сделали. Раньше и парковка здесь была бесплатной. Теперь оставить авто можно только за деньги. Но мест все равно не хватает. Но самое страшное не это. Безопасный участок дороги после реконструкции стал местом, где регулярно происходят аварии. Дина Ислева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». И в продолжении дорожной тематики. МВД России готовит поправки в административный кодекс, ужесточающая ответственность за вождение без прав, сообщил официальный представитель ведомства Ирина Волк. Сейчас это нарушение карается административным штрафом от 5 до 15 тысяч рублей. За последние 2,5 года, согласно статистике, за вождение без прав были пойманы 82,5 тысячи человек. Из них 7,5 тысяч – рецидивисты. Их задержали 5 и более раз. По словам Ирины Волк, разрабатываемым законом проектом предлагается установить повышенную ответственность за повторное управление транспортным следствием, лицом, не имеющим права управления. Профессиональный праздник отмечают работники СИЗО. Праздник относительно молодой его начали отмечать с 2006 года. В Рязани хранятся уникальные вещи, связанные с историей тюрем. Например, дверь из Владимирского централа, орудие пыток и многое другое. Все это хранится в музее Академии в СИН. Винтовка Мосина образца 1895 года была на вооружении Советской армии в период с 1895 по 1945 год. Татьяна Елисеева может и говорить о своем любимом экспонате винтовки Мосина часами. Хрупкая девушка управляется с ней умело и неудивительно. Свою жизнь она решила посвятить оперативно-розыскной деятельности в Федеральной службе исполнения наказаний. А пока уже 4 года знакомит посетителей с историей ведомства. Начиная с первого курса, Татьяна стала экскурсоводом в музее Академии в СИН. Чего здесь только нет. Одна только дверь из тюрьмы Владимирский централ сразу привлекает внимание посетителей. На ней расположен глазок, чтобы наблюдать за заключенными, кормушка и множество замков. Некоторые экспонаты раньше можно было увидеть только в кино. Вот здесь представлена реконструкция маски, с помощью которой осуществлялась квалифицированная смертная казнь для фальшивых монетчиков. То есть человеку надевали на лицо эту маску и вставляли в рот раструппы. И через него заливали все тот металл, который он использовал для фальшивых монет. И естественно наступала мучительная смерть. Да, бы другим неповадно было. А вот такими батогами в 16-17 веках выбивали долги из должников. Каждый день прилюдно били по пяткам, пока долг не будет погашен. Вот так выглядит позорный столб, который использовали в 18-м, начале 19-го века. Вся эта конструкция. Вот таким образом открывается здесь отверстие для головы и рук. Сюда попасть мог человек за неправильный образ жизни. Например, расходство или пьянство. Можно здесь увидеть и каторжника. Конечно, не настоящего. Его быт и отличительные черты. Например, сзади на одежде всегда вшивалась желтая нашивка, которую называют бубновым тузом. Еще один уникальный экспонат. Входная дверь камеры тюрьмы «Черный дельфин». Привезена из Оренбургской области. Система здесь стажи. Глазок для наблюдения. Кормушка и система замков. Каждый экспонат в музее Академии ВСИН уникален. Ведь то, что сейчас кануло в лету, когда-то было реальностью. Мария Рудаев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». С 1 ноября вступают в силу изменения, касающиеся охраны правил труда на стройке. В частности, они обязывают работодателей проводить спецоценку условий труда. В случае, если условия являются вредными или опасными, работодатели обязаны принять меры для того, чтобы снизить возникающие риски. Кроме того, работодатель обязан предоставлять тем, кто работает на высоте, средства индивидуальной и коллективной защиты. Информация для тех, кто любит ездить в жаркие страны. Зимой врачи уверяют, солнце может быть как другом, помогающим здоровью, так и злейшим врагом, сулящим страшные заболевания, в том числе онкологические. Особенно опасно погружаться в пляжный отдых, когда в нашей полосе осень и зима, и защитные функции кожи снижаются. В теме разбиралась Мария Рудаев. Врач-дерматовенеролог Оксана Галай говорит, все хорошо в меру. С одной стороны, солнечные лучи способны даже лечить. Они улучшают иммунитет, обмен веществ, способствуют выработке витамина Д и эндорфинов. В то же время злоупотребление солнечными ваннами может нанести серьезный вред. Это может приводить, прежде всего, к преждевременному старению. В наше время это очень актуально. Появление различных пигментных пятен, новообразований кожи. К сожалению, не только доброкачественных, но и злокачественных. Поэтому нужно соблюдать правила нахождения на солнце, пользоваться солнцезащитными кремами, обязательно солнцезащитные очки. Особенно это актуально сейчас, в осенне-зимний период. В частности, бывший санитарный врач Геннадий Онищенко в своем обращении к гражданам страны отметил, не стоит устраивать организму проверку на прочность резкой смены температурного режима. Особенно это касается выездов в жаркие страны. Резкий переход из зимы в лето – серьезный стресс для организма в целом и для кожи в частности. Очень опасно солнце для людей со светлым типом кожи, для людей, у которых множественные родинки, так называемые, то есть много образований, которые по действиям солнца, даже неактивного, могут перерождаться. Также это опасно для людей, так как я дерматовенеролог, дерматолог, у которых есть различные кожные заболевания. Уменьшить вред помогут правила пребывания на солнце. Загорать рекомендуется с 9 до 11 часов утра и после 17 часов. Именно в это время солнце не такое активное. Кроме того, необходимо использовать солнцезащитную косметику, очки, кепки, панамы и зонты. А если вы вдруг получили ожоги, заметили пятна или другие высыпания на коже, стоит сразу обратиться к врачу. К дерматологу нужно обращаться при появлении любых каких-то изменений, розинок, появлении новых новообразований на коже, потому что при малейшем подозрении на злокачественное образование проводится диагностика и направляется к онкологу человеку. Еще одна вредная привычка, которая, к счастью, становится менее популярной – это посещение солярия. Вот здесь врачи категорично говорят, лучи в солярии сильно отличаются от солнечных и крайне вредны. О пользе искусственного загара говорить вообще не приходится. Мария Рудая, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Свой дом нужен каждому компания «Капитал» – строитель жилья. Это знает и делает все, чтобы люди, купившие у них квартиру, были довольны. Сейчас «Капитал» строит три дома на Солочинском шоссе. Дом со смайликом уже готов к сдаче с март 2.0 не оставит равнодушным никого. Это уютные квартиры, умные метры и новые технологии. Подробнее далее. Это настоящая революция в строительстве жилья. «Капитал» продолжает покорять строительные вершины. Все от забивки свай до отделки квартир – это современные технологии. Большое внимание «Капитал» уделяет благоустройству территории у дома. Современные детские площадки с прорезиненным покрытием интересны детям любого возраста. В семейном квартале Петра и Февронии на Солочинском шоссе от «Капитал» строитель жилья три дома. Квартиры, в которых это смарт 2.0, ниши под шкафы и гардеробные в квартирах, планировки с окном в рабочей зоне кухни и, конечно, просторные гостиные. Участок состоит из трех очередей. Первая очередь у нас сейчас идет подготовка к сдаче. Вторая очередь у нас строительства. И начали третью очередь строительства. Мы используем в работе самые передовые технологии, самые современные, которые есть на данный момент. Канализация у нас малошумная. Рубы и фидинги у нас выдерживают температуру до 95 градусов включительно. По квартирному отоплению мы используем сшитый полиэтилен. Это на данный момент самая современная технология. Ровные стены, стяжка пола, современные коммуникации – это особенности квартир от «Капитала». Также в комнатах есть приточно-вентиляционные клапаны, которые позволяют проветривать помещение, не открывая окна. Клапан лаконично вписывается в дизайн комнаты, а воздух, который поступает снаружи, всегда теплый в холодное время года из-за размещения над батареей. Вот так он открывается и закрывается. В квартиру поступает свежий воздух. Узнать о технологиях строительства компании «Капитал строитель жилья» можно в техноруме на строительной площадке. Здесь можно увидеть образцы окон, труб, проводки, фасада и радиаторов отопления. И другие важные элементы. Посетила технорум и Елена Павлова. Она сотрудник агентства недвижимости и обычно приводит сюда клиентов. На этот раз Елена привела сюда мужа Сергея. Смотрю уже второй раз квартиру, которую забронировала. Мужу показываю. Сначала, изначально показывала тоже наши сотрудницы в этом доме квартиры. При показе я поняла, что тоже хочу именно эту квартиру. По стояку мы купили у меня 16-й этаж, получился евро-трешка, а у сотрудницы 19-й. Мы даже будем рядышком жить. Елена, работая в строительной индустрии, знает все тренды и новинки на рынке недвижимости. Для себя выбрала квартиру от строительной компании «Капитал строитель жилья». Люблю просто планировки у «Капитала». Мне нравится качество домов. Я с удовольствием постоянно ввожу сюда клиентов. Не только сюда, а на Зубковой тоже. Смарт-планировки. Нравится. Нравится кухня-гостиная большая. 22-27 квадратных метров. Очень хорошие планировки тем, что нет лишних квадратных метров, просто углов каких-то непонятных. То есть все по уму. Кроме того, для всех клиентов, которые приходят на экскурсии в шоу-румы, «Капитал» подготовил купон на скидку на покупку новой квартиры. «Капитал строитель жилья» строит дома, в которых меняется образ жизни и может предложить квартиру на любой вкус. Мария Руда, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Это все новости на сегодня. Сегодня еще больше информации вы найдете на нашем официальном сайте город62.tv и в группах в социальных сетях. Я с вами на этом прощаюсь. Всего доброго. До встречи в эфире. Мама спит. Она устала. В пробках два часа стояла. До работы далеко. Добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустно мне бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Субтитры создавал DimaTorzok